Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова и утренняя информационная бригада нашего канала. Великий Новгород стал одним из российских городов, где накануле был открыт кванториум. Виртуальные красные ленточки были одновременно перерезаны из главного технопарка страны в Сколково. Наш новгородский кванториум торжественно презентовали 16 юных изобретателей. Направлений в нем пока 4. К примеру, в этих помещениях идет знакомство с курсом Energy Quantum. Школьники методом проб и ошибок собирают аппарат, который производит энергию. Кроме того, у юных новгородцев появилась возможность создавать собственный мир. На этом направлении ребят научат разрабатывать виртуальные тренажеры игры. Как результат, дети создают приложение виртуальное или дополненное реальности. Как вы можете увидеть, результат разработки приложения дополненной реальности. Дети создают подобное приложение. У нас есть метка, на ней есть логотип. Поверх этого логотипа наносится объект. В сердце кванториума высокотехнологичная лаборатория с 3D-принтерами. Здесь идеи превращаются в реальные вещи. Умные машины еще предстоит настроить. Хай-тек или высокотехнологичная лаборатория прототипирования – это так называемая производственная база. Три остальные – IT-квантум, виртуальная реальность и Energy Quantum – открыты для любого новгородца, если ему исполнилось 10. Пока электронных заявок на обучение здесь подано 400. А в следующем году на средства федеральной субсидии планируется открыть еще три квантума. В их числе геоквантум и промышленный дизайн. В Великом Новгороде сегодня снова обсудят мифы и реальность межнациональных браков. Российский фонд мира приглашает принять участие в очередном мастер-классе, который будет посвящен конфликтам и способам их разрешения в межэтнических семьях. Психологи проекта расскажут о самом главном – как добиться устойчивости брака, готовности решения новых задач, преодоления кризисов, развития толерантных отношений. Мастер-класс пройдет с 17 до 19 часов в кафе «Фамилия», расположенном в Доме культуры «Акрон». Психологические консультации специалистов бесплатны. Как стать законным обладателем недвижимости в любой точке России, не покидая свой регион? Сегодня об этом расскажут на горячей линии кадастровой палаты. Она будет посвящена теме «Прием документов для оказания услуг Росреестра по экстерриториальному принципу». Кто вправе, не выезжая за пределы Новгородской области, оформить в собственность объекты недвижимого имущества в других регионах России или запросить сведения о них из ИГРН? Какими способами можно подать документы для оказания услуг и в какие сроки они предоставляются? На эти и другие вопросы сотрудники филиала кадастровой палаты Росреестра по Новгородской области ответят с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии вы видите на своих экранах. Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства провел экспертизу биоресурсов озера Имень и вынес заключение о влиянии весеннего мережного лоба на популяцию рыб ценных пород. Эти научные исследования, возможно, станут основанием для внесения изменений в правила рыболовства в северо-западном регионе. Копья вокруг озера Имени, прилегающих к нему водных территорий, ломаются уже несколько лет подряд. Рыбаки-любители непреклонны. Запрет должен касаться всех, иначе популяция ценных пород исчезнет вовсе. Много малоценных видов и мало именно ценных видов, потому что видовой баланс нарушается. Из-за того, что хищника, судака еще ики становятся меньше, соответственно, то, что она ест в своей естественной зарядке питания, эти виды становятся больше. Соответственно, ухудшается качество фулово, он становится дешевле, летабельность отрасли промыслового снижается. Комплексные исследования поймы озера Имени, так называемых малых водных бассейнов, были проведены еще весной этого года. Их анализ показал, что промышленное рыболовство в весенний период не влияет на сохранность видовой популяции. Правда, отдельного внимания требует судак. Основная беда, подстерегающая эту популяцию – браконьерство. Помочь сможет только полный запрет на вылов рыбы этого вида в местах нерестования. Это компромиссное предложение удовлетворяет все стороны – власти, рыбоохрану, рыбаков-любителей и промысловиков. Теперь рекомендации ученых будут направлены в федеральное министерство и, возможно, лягут в основу новых правил рыболовства. Сегодня вечером все ценители киноискусства смогут воспользоваться редкой возможностью оценить картины в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов «Шнит». В кинотеатре Новгород покажут специальную программу – шесть короткометражек конкурса, созвучные главной теме фестиваля в этом году «Где мы сейчас». Наш мир не стоит на месте, его ритм не дает нам возможности просто посмотреть вокруг, где мы находимся сейчас. Я сам – моя семья, общество. Об этом в самых трогательных, смешных и злободневных работах режиссеров со всего мира. А после показа у зрителей будет возможность проголосовать за одного из номинантов на приз зрительских симпатий «Шнит Синемас», который будет вручен победителю на церемонии награждения в Нью-Йорке в конце октября. У меня на этом все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова